Легко ли совмещать позицию тренера и управленца? Нелегко. Я очень справедливый руководитель, поэтому у нас как-то с коллективом в этом плане все хорошо. Я никогда не ругаюсь просто так. Если я ругаюсь, то я ругаюсь за что-то. И девочки все это понимают, они никогда на меня не обижаются. Поэтому здорово, когда есть такая возможность построить хорошее отношение, чтобы потом сотрудники не выходили из студии и не говорили, что их начальник тиран. Закалил мне характер. И меня большой спорт научил тому, что никогда не надо отступать. Всегда надо идти до последнего, надо бороться, надо доказывать, что ты можешь многое. И благодаря Ирине Александру Невинер, и Амине Василовне Зариповой, и моему тренеру Динаре Гематовой, конечно, я не знаю, если бы я не занималась спортом, я бы, возможно, сейчас другим человеком была. Я бы, возможно, вообще в Питере жила до сих пор. Так всегда, ты сначала идешь к цели, в какой-то момент наступает кризис, когда ты думаешь, блин, я не могу больше все, не получается. Но если его перетерпеть, то чаще всего ждет успех. И тогда ты просто... Это такое состояние какое-то непередаваемое, когда ты достигаешь того, чего тебе было сложно достичь. Благодаря родителям я вообще пришла в этот спорт, и они меня заставляли им заниматься в первое время, потому что я вообще не хотела. Мне хотелось отдыхать, гулять с друзьями, оставаться на продленке. Поэтому родители, конечно, это первые люди, которые меня вообще чему-то научили. Потом мой первый тренер, который в Санкт-Петербурге, он тоже меня очень много чему научил, что касается именно спорта, именно техники, благодаря чему сейчас SM-стретчинг такой профессионал своего дела. И меня учит моя подруга, с которой я сейчас очень близко дружу. На самом деле, даже за эти полтора года она меня очень сильно изменила. Ну и муж, естественно. Муж — это мой мотиватор. Здорово, когда есть любимый человек, который тебя мотивирует делать еще больше. Я говорила про свою любимую книгу, как-то писала про нее. Это мне очень прям в душу запало. Это «Цветок для Джинона». Она называется «Цветок для Джинона», по-моему. Такое у нее название сложное. В общем, на самом деле, книга про людскую доброту и про людей, которые болеют ДЦП, и как они видят мир, и как к ним по-настоящему относятся. Я как-то вот в тот момент поменяла в своей голове именно отношение к людям, что никогда нельзя предвзято относиться к человеку. Не важно, здоровый он или больной, и какие у него там свои особенности, ты должен ко всем относиться одинаково хорошо. Очень много людей, которые хотят с нами заниматься спортом, но у них нет возможности, потому что они находятся в другой стране или в другом городе. Мы пока что не можем просто везде открыться по всему миру, но надеюсь, что скоро это произойдет. А пока этого нет. Мы с мужем думали над этим, и нам хочется передать наши знания, рассказать о спорте, и это поможет людям еще больше им начать заниматься. То, что в маленьких городках в некоторых вообще почти фитнеса никакого нет. Вот, и интернет — это именно то пространство, в котором каждый человек может зарегистрироваться и начать с тобой тренироваться. Мне нравится очень много дизайнеров, я люблю миксовать. Вот, от каких-то из тех, которые доступны всем, до тех, которые доступны там не всем. Ну да, сейчас из таких вот, которые, я думаю, что доступны каждому, это для меня бершка, потому что у них разные классные круптопы, которые можно миксовать с джинсами. Для тех, кто работает там, и у кого нет своего бизнеса, это очень доступная одежда, и при этом она очень стильная. Продолжение следует... Продолжение следует...